Соседи, добрый вечер! Добрый вечер, Екатерина Владимировна! Что изменилось в вашей работе? Что проверенные кадры, которые много лет работают в лицензионной разрешительной системе, такие, как вы, перешли на работу Росгвардию, ведь основной костяк наверняка сохранился. Кто сегодня работает в лицензионной разрешительной системе? Какие вообще требования предъявляют к сотрудникам? Действительно, в Новгородской области подразделение лицензионной разрешительной работы это хорошо сплоченный коллектив, который работает уже по много лет. У нас есть сотрудники, которые уже более 20 лет занимаются этими направлениями деятельности. На своих участках, такие, как у нас есть инспектор в Пестовском районе, очень давно выполняет эту функцию, ее все знают, любят, уважают. Что называется, собаку съела, да? Все охотники у нее наперечет. Это, конечно же, говорит о том, что коллектив достаточно грамотный, давно знающий свою работу. Их знает самое главное население, и они знают своих подучетных владельцев оружия. И поэтому работа, скажем так, налажена, и контроль осуществляется в полном объеме. А вам кадры-то еще нужны? Вот что нужно знать, уметь, чтобы прийти работать в лицензионную разрешительную систему? Где вообще специалистов готовят? Скажем так, направление обучения в рамках лицензионной разрешительной работы, но его, конечно же, нет. Он приобретается непосредственно на местах. Как я уже сказала, коллектив у нас очень давно работающий, и кадровые обновления у нас происходят очень редко, потому что, когда люди приходят в эту работу, они полностью погружаются, любят ее, выполняют достаточно долго, практически на протяжении всей своей службы. Но когда такие, значит, происходят моменты, и нам необходимо найти человека в первую очередь, конечно же, мы обращаем внимание на уровень образования, на стремление служить, как, скажем так, кандидат расположен к людям, может ли он с ним общаться, морально устойчив и доброжелателен. А теперь давайте объяснить соседям, что нужно, чтобы получить разрешение на оружие. Вот понятно, что про отдельно уже опытных охотников мы поговорим, а если человек впервые задумался, вдруг решил стать охотником, или ему это нужно для каких-то целей, не знаю, травматический пистолет. Ну, как я уже неоднократно говорила в вашей передаче, всегда, и когда граждане обращаются за консультацией, всегда советую следующее, подумайте хорошенько, нужно ли вам это оружие. Охотничье оружие, если вы, не вы, да, я к вам обращаюсь к соседям. Да, я в одном лице за всех соседей, да. Ну, вы действительно хотите заниматься охотой, или вы хотите приобрести ружье за компанию? Все-таки вот из сложившегося опыта иногда видно, что человек хочет купить ружье за компанию, и в перспективе мы понимаем, что в дальнейшем охотиться он, скорее всего, не будет, и это повлечет за собой и совершение им административных правонарушений, таких, как, например, забудет продлить разрешение. Забудет продлить разрешение, соответственно, приобретет какие-то юридические для себя неприятности. То есть подумать хорошенечко, нужно ли это, действительно ли хочется этим заниматься. И если осознание пришло, что это дело ему необходимо, нужно начинать с медицинского осмотра. То есть сначала нужно пройти медицинскую комиссию, доктора либо выявят, либо не выявят противопоказаний к владению оружия, если медицинские справки будут получены. Давайте оговорим противопоказания, какие есть для приобретения оружия и получения лицензии. В медицинское освидетельствование входит 4 специалиста. Это окулист, есть нормы по зрению, психиатр, тут понятно, да, есть ряд психических заболеваний, которые не позволяют владеть оружием, нарколог, кроме того, что просто нарколог осматривает, значит, кандидата на приобретение оружия, эти граждане еще сдают анализы на наличие, либо отсутствие, скажем так, каких-то спрещенных, психотопных веществ, да. Значит, и в результате, да, и в результате, если вот эти 3 специалиста как бы не нашли, ничего не выявили, терапевт делает заключение, что гражданин здоров и может владеть оружием, ему выдается медицинское заключение. Ну, вот такой красавец получил эту справку, приходит к вам, говорю, хочу ружье, у всех друзей есть, у меня нет, не с чем селфи делать, ну, это я так, утрирую, да. Что дальше? Самое главное, что медицинской справки недостаточно. То, что нет медицинских противопоказаний, еще не говорит о том, что прям можно сразу пойти и купить ружье, как многие считают. Не так-то все просто. Второй этап, это пройти нужно специальное обучение, издать экзамены по знанию безопасного обращения с оружием. Это на чьей базе происходит? Это у вас? В Новгородской области одно учебное заведение, частное учебное заведение, проводит такую подготовку граждан, и на их же базе проводится проверка этих знаний. Это учебное заведение «Варяг», расположено они на улице Зелинского, 9А. Но это лицензировано учебное заведение, которое соблюдает все стандарты, а не просто так-то, пожалуйста. Конечно же нет. При том, что проверка знаний происходит тоже не только комиссией этого учебного заведения, в комиссии принимаем участие мы, сотрудники лицензионной разрешенной работы. То есть пройти где-то, кроме тех учебных заведений, которые могут проводить эту проверку, нельзя. Хорошо. Справка есть, и курсы пройдены. Что дальше? Ну, а дальше все зависит от того, что хочется купить. Если ружье хочется купить для охоты, должен быть охотничий билет, его можно получить в комитете охотничьего хозяйства. Если это приобретает сооружение для самообороны, то кроме вот этих документов больше ничего не требуется. Так как все-таки лицензии выдаем мы в заявительном порядке, соответственно, нужно подавать заявление. Заявление на сегодняшний день в большинстве своем граждане подают через сайт госуслуг, потому что это удобно, потому что это выгодно, так как государственная пошлина, которая начисляется на заявку, она оплачивается со скидкой в 30%. Ну, к примеру, любая лицензия на покупку оружия стоит 2000 рублей. Если оплачивать ее через сайт госуслуг, гражданин заплатит всего лишь 1400. Разница существенная, поэтому всем советуем пользоваться сайтом госуслуг. Это, опять же, повторюсь, удобно и выгодно. Хорошо, человек прошел все этапы, и вы ему одобрили, получил лицензию, приобрел оружие. Ведь дальше начинается самое интересное. Какие требования предъявляются к владельцу оружия по хранению, использованию? Кто это контролирует и что грозит за несоблюдение этих требований? Ну, контролируем, конечно же, мы, сотрудники лицензионных разрешительных служб. Дело в том, что, подав заявление, мы все равно в отношении гражданина проводим проверки. По специализированным учетам мы проверяем, не привлекался ли он к административной ответственности в течение года, не имеет ли он непогашенной судимости, либо судимости за совершение преступления, даже если оно уже сроки давности стекло, но было совершено преступление с применением оружия. Такие лица вообще теперь в рамках закона об оружии не могут его приобретать, владеть соответственно. На законных основаниях? Да, то есть вообще никогда. Если хотя бы раз такая статья у него была, даже судимость погашена. Вот если, скажем так, гражданин чист перед законом, при условии, что он дома установит металлический ящик, либо сейф для хранения оружия. Это обязательное требование? Да, обязательное требование. И при этом это требование предъявляется кандидатам на получение лицензии. То есть не когда купил оружие, поставил сейф, а до того, как мы выдадим лицензию, сотрудник должен убедиться, то есть выйти в адрес, посмотреть, есть ли дома сейф. Если сейфа нет, имеем право отказать. А в каких еще случаях? Вот нет сейфа, у человека бэкграунд, скажем так, не слишком хорош. Ну, как я и сказала, если в течение года он дважды привлекался к административной ответственности за право нарушения, связанные с общественным порядком. Ну, что общественный порядок у нас включает? Хулиганство. Мелкое хулиганство, распитие алкогольной продукции в общественных местах, нахождение в алкогольном опьянении, также паспортный режим, то есть, когда с паспортом какая-то беда случается, если гражданина привлекали к ответственности, то это тоже не позволит ему приобрести оружие. Ну и, конечно же, статьи, которые касаются употребления и распространения наркотиков. А лицензии выдаются на 5 лет. Вот в течение 5-летнего срока можно за что-то владельца лицензии лишить? Ну, лицензии выдаются... Я так умывательски спрашиваю. Лицензии выдаются на покупку, они выдаются на полгода, а в дальнейшем, когда уже приобретается оружие, там уже выдаётся разрешение. Да, оно действительно выдаётся на 5 лет, и в течение вот этих 5 лет все требования, которые предъявляются первоначально гражданину, когда он только желает приобрести, они на протяжении 5 лет должны им соблюдаться. Соответственно, если он в какое-то время будет привлечён дважды к административной ответственности, или не дай бог, там у него что-то произойдёт, он будет осужден судом за уголовное преступление. Конечно же, вот в этот момент, когда эта ответственность у него наступит, вступит в законные права, с этого момента он не может владеть оружием. Соответственно, разрешающие документы будут аннулированы, и он как собственник должен будет принять решение о реализации своего оружия. А вы упомянули же о том, что некоторые граждане, которые для красоты, скажем так, приобретают оружие, забывают продлить разрешение. Это насколько часто встречается? Ну вот в последнее время это достаточно распространённое правонарушение, с учётом того, что у нас в прошлом году Федеральная служба Росгвардии для разрешителей издала приказ об утверждении административного регламента по выдаче и продлению разрешающих документов, именно разрешений. И одно из правил гласит, что разрешение с истекшим сроком действия на момент подачи заявления продлению не подлежит. И, конечно, когда оружие приобретается и не используется по назначению, а убирается в сейф, то есть когда-то было куплено за компанией, о чём я говорила в самом начале. У нас лет как-то прошли незаметно. Да, они при том, что бывает не проходят, а пролетают. Некоторые права забывают продлить, пока инспектор ДПС не остановится. У нас получается ровно так же, пока мы не придём, не постучимся в дверь, либо позвоним на сотовый телефон, наши охотники не вспоминают даже об этом. Конечно, не самые хорошие последствия для таких граждан наступают, потому что оружие изымается, привлекаются граждане к административной ответственности. Всё из-за того, что оружием не пользуются, и поэтому разрешения не достают, забывают об этом и забывают продлить вовремя. Вы ведь много лет в лицензионной разрешительной системе, говорить не будем сколько, но тем не менее, за это время, по вашим наблюдениям и по официальной статистике, жители Новгородской области стали законопослушнее в отношении оружия, когда получают лицензию, получают разрешение, пользование, хранение? Или всё-таки какая-то безалаберность присутствует в последнее время? Вы знаете, за многие года моей службы я всё-таки анализирую правонарушения и возрастную категорию. Конечно, наблюдая за тем, что сейчас происходит, сейчас всё-таки этот массив владельцев оружия омолаживается. И та категория охотников, которые пришли к нам из 90-х годов, из 90-х я имею в виду не из сложных 90-х, а даже из 80-х, всё-таки вот эти владельцы оружия сейчас, скажем так, далеко кому-то за 50, за 60, за 70 лет. Для них это стиль жизни, традиции, да? Они настолько ответственно к этому подходят, у них всегда всё вовремя, всё в срок. Если где-то там что-то малейшее они, может быть, не досмотрели, либо в силу состояния своего здоровья не смогли бы у меня прийти, они настолько за это переживают, но всегда выполняют все требования наши, скажем так, не возражают против правонарушений, которые действительно они допускают. Опять же, я повторюсь, не из-за того, что они плохо к этому относятся, но в силу каких-то своих личных обстоятельств, то, конечно, поколение более помоложе, но в силу, может быть, того, что другие интересы и приоритеты в жизни... Безалаберность. Ну, давайте так вещи... Возможно. Вот вы, человек в форме, не можете сказать, скажем, но это безалаберность, потому что всё-таки оружие, как и автомобиль, а тем более оружие, это же такая ответственность, прежде чем перед собой и своей семьёй. Опять же, основываясь на вашем опыте, необходимо ли сейчас ужесточение законодательства в отношении оружия в нашей стране? Вот как вы считаете? Может быть, возраст поднять, опять же, в силу безалаберности молодого поколения? Ну, тут, знаете, то, что касается возраста, вообще то, что касается изменения законодательства, говорить можно очень долго и бесконечно. Ну, вы знаете, я не хочу... Вот можно спросить там депутата законодательного, и он будет бесконечно, как вы сказали, отвечать на этот вопрос. Ценно ваше мнение как практика. Человек, который много делает, но не очень много говорит. Вот исходя из тех людей, с которыми вы ежедневно общаетесь, из опыта, из каких-то историй, когда человек забыл ружьё в сейфе ещё на пять лет. Хотелось бы гражданам, некоторым хотелось бы, наоборот, послабление. Да, вот очень часто обсуждается вопрос легализации краткоствольного оружия. То есть мало травматики, да, хотят ещё ходить с пистолетами, с нарезным стволом. Ну, это, грубо говоря, всё-таки по степени... Ущерба, да, причинённого оружия намного, скажем так, серьёзнее. Кто-то, наоборот, хочет, чтобы было поменьше оружия. Поэтому, как бы, скажем, выражать... Ну, именно мои мысли могут, скажем так, встретить как и протесты, так и поддержку. Ну, я как сотрудник, всё-таки осуществляющий контроль, вижу необходимость в принятии каких-то мер по установлению возрастных границ. Надо поднимать, вы считаете? Надо. Я считаю, что должна быть нижняя граница с момента, когда можно приобрести оружие. Всё-таки, на мой взгляд, 18 лет, это ещё не сформировавшаяся личность. В большинстве своём случаев в голове у молодёжи ещё такой сумбур, и они чётко не понимают. И из моих личных наблюдений действуют именно по указанию родителей, как правило, отцов. Что вот, иди и учись на оружие, будем с тобой ходить в лес, не понимая, что это ещё ребёнок, и у него совершенно другие интересы. Во-первых, это навязывается, во-вторых, он не понимает степень ответственности. Ну и, конечно же, это верхняя планка. Как ни крути, как бы меня не обсуждали. Пенсионный возраст повысили, но... Ну и все взрослее, стареем. Мы все понимаем, о чём... Да, я понимаю прекрасно, о чём вы говорите. А давайте теперь о доступности поговорим. Не о доступности получить само оружие, лицензию, разрешение, а именно о получении услуги. Это можно сделать жителям любого района или нужно обязательно ехать в областной центр? Как организованы у вас по области вот эти пункты? То, что касается езды, сейчас, вот опять же, мы будем говорить об удобстве государственных услуг в электронном виде. Даже если нет возможности пользоваться интернетом, у нас в Новгородской области есть крупные, да, населённые пункты, где есть пункты, многофункциональные центры по предоставлению таких услуг. Там тоже можно... Где специалисты всё помогут сделать. Конечно же, документы они не принимают, и услуги через МФЦ не оказываются. Но никто не запрещает обратиться в МФЦ с просьбой помочь зарегистрироваться на сайте госуслуг и подать это заявление. Оплатить его онлайн. Нет никаких проблем. И если нет возможности ехать, допустим, к инспектору, всё-таки Новгородская область, она поделена территориально на районы у нас, я имею в виду на отделение. И, в принципе, как и было в полиции, все инспектора, которые работали раньше в отделах полиции по линии лицензионной и разрешительной работы, они также там работают, только теперь, что относятся к Росгвардии. Документы даже можно не вести инспектору, если живут далеко. Поэтому, подавая заявление в электронном виде, можно приложить скан медицинских справок, охотничьего билета. Эти документы поступают наравне, если бы они были предоставлены лично. В дальнейшем нужно будет только приехать и получить лицензию. Это удобно. Соседи не переключайтесь, мы продолжим после паузы. Сосиски сочные папа может. 16 февраля в Культурном центре «Диалог» состоится творческий вечер российского режиссера Андрея Звягинцева. Автор таких фильмов, как «Возвращение», «Елена», «Левиафан» и «Нелюбовь» побеседует со зрителями о своем творчестве, а также представит свою новую книгу киносценариев. Цена билетов от 600 рублей. Приобрести их можно на сайте моебилеты.рф или в Культурном центре «Диалог». Телефон 7-300-53. Возрастное ограничение 16+. Многие уже забыли, какие дороги были в Новгородской области три года назад. Конечно, дорожному строительству в Новгородской области можно уделить повышенный минимум. Ситуация начала меняться в 2017 году. На дороге было выделено более 4 миллиардов рублей. В 2018 году битва за дороги продолжилась. Работы развернулись не только на трассах, но и в райцентрах, включая Великий Новгород. 2019 год стал в России стартовым для национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За три года почти 2000 километров новгородских дорог были отремонтированы. До 2024 года в рамках нацпроекта будут приведены в нормативное состояние еще 2200 километров. Гвардии по Новгородской области Екатерина Алексеева. Мы очень подробно до паузы обсудили все моменты, связанные с получением лицензии и разрешения. Ваш совет, что называется такая памятка, что нужно сделать, чтобы не попасть на административный штраф, не лишиться разрешения, напоминайте владельцам оружия. Самое главное следить за сроками выданных разрешений. Помните, что заявления подаются не позднее, чем за месяц до окончания срока. На продление нужно предоставлять, помимо оружия, фотографии, еще и медицинские документы один раз в пять лет. Эта обязанность возложена законом. То, что касается хранения непосредственно дома, это уже, скажем так, заезженная тема, которую некоторые граждане никак не могут усвоить. Металлические ящики, сейфы с замками. Замки надежные, дверцы должны быть тоже такие, чтобы отогнуть ее, не было возможности достать оружие без открытия дверцы. Ключи всегда должны быть у владельца оружия. Как показывает практика, да, не самая положительная, что когда вот об этом забывается, либо оружие оставляют в неположенных местах, либо ключи, как правило, это рано или поздно что-то случится. Это прямо вот должно быть у владельца, у которого есть оружие, прямо вот закон. Для него это должен быть закон. Сейф, ключи, разрешение. Мы встречаемся ведь накануне вашего профессионального праздника, если можно так сказать, дня образования вашей службы. Когда это было? Официальный день создания подразделения лицензионной разрешительной работы признана 12 февраля. Подразделения были созданы в 1969 году. Нам, да, исполняйте 51 год, служба молодая. И некоторые сотрудники застали еще вот самое становление, еще продолжают служить и помнят, как это было, видят, как это сейчас. Что пожелаете коллегам накануне такого профессионального, если можно так сказать, праздника? Ну, конечно же, терпение, потому что служба нелегка. Да, понимание в семье, ну и здоровье. Коротко и ясно, практически по-военному. Спасибо большое, Екатерина Владимировна, что пришли к нам сегодня, просветили соседей, в свою очередь, от лица команды нашей программы, наших зрителей. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Приходите еще, давайте просвещать, чтобы соседи дурака не валяли. А оценили важность, если им доверили хранить у себя оружие и пользоваться им. Еще раз спасибо, соседи. Будем ждать встречи с вами завтра в 20.30 в эфире НТЭК. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!